Отлично. Говорят, что мы в эфире. Ура. Добрый день. Я Александра Львовская, руководитель проекта «Тело в дело». Вы снова на канале проекта «Тело в дело». И это наш очередной регулярный эфир в преддверии старта программы «Травмоинформированность и этика. Правила работы с людьми в 21 веке». Программа стартует уже в середине сентября. Всего ничего осталось. Мы уже полгода рассказываем каждые две недели здесь на YouTube про травмоинформированность и травму. А делаем мы это вместе с моей бессменной коллегой Александрой Гриевой. Саша руководитель программы «Травмоинформированность и этика. Правила работы с людьми в 21 веке». И, Саша, травмо-эдюкейтер, я не знаю, как это сказать. Просветитель. Просветитель, вот. Я тоже не знаю, но да. Вещает о травме. Соматический травмо-специалист. В общем, мы с ней вместе делаем эту программу и вместе ведем эфиры. Я напомню, что все предыдущие эфиры в рамках прошлогодней серии, прошлогоднего сезона и этого сезона можно посмотреть у нас на канале. Они собраны в отдельный такой плейлист. А мы сегодня продолжаем разговор. И разговор у нас будет посвящен тому, зачем вообще в современном мире травмоинформироваться. Ну, вот это вот название, которое мне пришло в голову. Надо травмоинформироваться, иначе пипец. Вот мы сегодня будем рассказывать, почему нам кажется, что это очень важно, что вот этот кусок знания о мире, знания о себе, набор навыков, которые там включены в понятие травмоинформированности. Это не только что-то, слышал звон, не знаю где он. Но это именно набор навыков очень важен и, соответственно, помогающим специалистам, и, что не менее важно, для всех остальных, просто живущих на Земле. Я бы так сказала. Абсолютно, да. Если вы человек с нервной системой, то, возможно, это для вас. Искусственный интеллект мы пока на наши программы не приглашаем, хотя это была бы неплохая идея, да, обучить искусственный интеллект травмоинформированности. Слушай, это тема. Я думаю, что нужно какой-нибудь стартап на эту тему запилить. Я даже знаю с кем. Ну, серьезно. Проблема искусственного интеллекта, то, что он не дышит, он не чувствует, у него проблемы с эмпатией, ему пофиг. И у него как бы своя правда жизни. А вдруг, если добавить ему травмоинформированности, он будет не только эффективно думать, гораздо лучше, чем он это делает, но и что-то, может быть, подвинется. Это любопытное дело. Ему станет не пофиг. Может быть, ему станет не пофиг. Когда мы готовили этот эфир, мы заметили любопытную тенденцию. Мы сравнили количество регистраций на все эфиры. И, может быть, конечно, что-то алгоритмы соцсетей напутали. Может быть, конец августа, и все пытаются либо собрать детей в школу, либо успеть отдохнуть. Может быть, так сошлись звезды, да, вот говорят, мы перешли в эру Водолея, и, может быть, все резко поменялось. Я не в курсе. Но факт простой. Все предыдущие эфиры собирали в среднем там 100, 200, 300, некоторые там 500 регистраций. На этот эфир зарегистрировалось 20 с небольшим человек, 15 из них сейчас в эфире вместе с нами. Ребят, привет, спасибо вам огромное. Привет. И это жутко любопытно. И, видя эту картину, я спросила у себя в канале, в Телеграме, как бы, что это такое, да, вот с чем это может быть связано. Как бы и 15 человек, и 20 человек, и, там, я не знаю, 3 человека, это уже супер. Но вот почему? И одна из подписчиц предложила вполне понятный вариант, который связан с тем, что, ну, окей, травма, травма, уже все про это услышали, все уже про это почитали. Вандерколка не цитирует, только, по-моему, совсем ленивый. Или просто не читающий литературу в принципе. И это знают и специалисты, и клиенты, и журналисты, и, ну, не знаю, была бы у меня собака, мне кажется, даже моя собака бы уже знала про книгу Вандерколка. И тем не менее, да, и вот есть эта иллюзия, что все-все знают, все-все понимают, все уже прочитали все книги, все уже все поняли, и куда дальше. И поэтому я думаю, что будет правильно начать с разговора о том, чем знание о травме, полученное от друзей, из лучших в мире книг, написанных на эту тему, из подкастов, YouTube-каналов, от собственного психотерапевта, не знаю, из воздуха, чем это отличается от состояния, я бы назвала это так, которое можно описать словами травмоинформированности. Я бы сказала, ну, вот часть моей семьи родом из Одессы, а в Одессе есть такое классическое выражение, да, что вот одно и другое – это две большие разницы. Вот прочитать книгу Вандерколка или услышать, или прочитать какой-то пост про травму и даже подумать, может быть, про себя, ну, может быть, ну, не знаю, у меня, может быть, и нет, у другого точно есть. Ну, да, так бывает, люди страдают, это правда, это хреновая штука, и лучше бы ее не было, но она существует, теперь я про нее знаю. Вот между такой историей и травмоинформированностью лежит пропасть, мне хочется сказать, не сделанной практики или непроделанной внутренней работы, ненаработанных навыков, связанных с собой, да, как мне быть собой и, соответственно, как мне взаимодействовать с другими людьми. Не важно, я помогающий специалист или я просто с коляской на детской площадке гуляю с ребенком, и кругом другие люди, да, или я зашла в магазин. Вот это две огромные, две большие разницы. И между ними лежит вот эта вот история про понимание, такое, правда, глубинное понимание, как встроена нервная система, и некоторая внутренняя работа, некоторое количество навыков, которые мы можем нарабатывать, собственно, чем мы на курсе и занимаемся. Уф, Саша, добавь что-нибудь, а ты как-то так с пафосом как всегда. Да, разбежалась. Да, мне хочется сказать, ну вот вообще, почему мы говорим про там навыки и так далее, вообще, что такое травмоинформированность, да, это когда, ну тоже добавь, если я там что-то сейчас забуду, это когда я вижу травму, я понимаю ее механизм, я работаю, если я помогающий специалист или я просто человек, работающий с людьми, или я родитель, да, я вокруг этого понимания, ну помимо других каких-то, может быть, столпов, организую свое взаимодействие с этими людьми, учитывая это. Ну, это гораздо большая история, чем у Васи травма, и теперь мы Васю не трогаем, хотя это тоже травмоинформированность, в общем-то, вот. Это мне также, кстати, важно еще разделить полянку, где существует травматерапия, да, потому что что вы ко мне приходите со своими ПТСРами, я вообще не травматерапевт, идите туда, да, и травмоинформированность не равна травматерапии, она иногда противоположна травматерапии в каком-то смысле, потому что по, ну вот так сложилось, да, что люди, например, они ищут помощи не столько у тех, кто реально может им помочь, они ищут помощи у тех, кому они доверяют. Да, и сколько людей, например, знает о своей травматизации, о своей, там, тяжелой истории эмоциональной, не идут ни к какому травматерапевту, потому что у них нет ресурса ни на встречу со всем этим, ни на поиск этого загадочного травматерапевта, ни на встречу даже с кем-то новым, да, вот это новый человек, может быть, он мне подойдет, но мне нет вот на это, а вдруг не подойдет, а вдруг будет все как обычно, да, у нас еще есть паровозик у всех негативного клиентского опыта, да, меня опять не поймут, меня опять не услышат, да, мое сердце опять разобьется в каком-то, да, месте. И люди будут приходить, там, не знаю, к своим друзьям, к своим уже существующим терапевтам, к своим тренерам, к своим кому-то, и, ну, не то, что тренер по йоге, да, и тебе там клиент рассказывает историю своей жизни, но они будут, вот, может быть, немножко пафосно сейчас тоже скажу, пытаться включить нас вот в это проживание опыта, да, вот не хватает своих мощностей и просто там, просто послушай, просто побудь со мной в этом, просто еще, да, нужны другие люди, чтобы помочь с этим справиться, и часто мы оказываемся этими другими людьми. И это тоже правда, и есть еще один другой такой, еще один момент, действительно, еще раз подчеркиваю, мы не занимаемся подготовкой травмотерапевтов, да, и Саша, и я, мы травмотерапевты. Мы не учим вас ими быть. Но мы не учим вас ими быть, ну, по крайней мере, пока мы на это не замахиваем, у нас нет такой задачи. Наша задача – научить любого специалиста, и неважно, это помогающий специалист, это HR, это человек, не знаю, какой-то телесной работы, это зоопсихолог, это фотограф, это врач, я сейчас просто перечисляю, это менеджер, это специалист по обучению в компании, я сейчас просто перечисляю, там, не знаю, тимлид, я сейчас просто перечисляю профессии людей, я, конечно, многих забыла, кто проходит эту программу уже вот который год. И для нас важно помочь специалисту или просто человеку строить вот эту вот травмоинформированную оптику куда-то вот внутрь себя, в глаза. То есть, когда мы с чем-то имеем дело, мы можем считать, что какой-нибудь несчастный, обыкавшийся уже Вася, которого мы все время поминаем, все поминают всю и Васю, значит, какой-нибудь Вася, он просто плохой человек, это может быть. Но еще мы, глядя через эту оптику, можем увидеть, что там внутри Вася с его нервной системой, с его реакциями, с его паттернами поведения происходит. То есть, он не просто козел, какой-то абстрактный эмирек, редиска, да, а у него есть какая-то внутренняя организация. Мне кажется, что это в некоторых случаях прям такой, если можно говорить про гуманизм, то, наверное, в этом он немножко проявляется. Ну, тут мне, кстати, хочется добавить, что, например, если нам вот с этой Васиной организацией нервной системы придется иметь дело, то да, нам, безусловно, важно это все учитывать. Иногда травмоинформированность может заключаться в том, что я прекрасно вижу, что происходит с Васей, и я отхожу в сторону, потому что это вообще не мое дело. Потому что я не его терапевт, например, да, и вот, и это тоже кусочек про то, например, про фильтрацию нашего круга, да, особенно сейчас, когда вокруг мы приходим в шок от того, что с людьми творится иногда очень неожиданно, да. То есть это такой способ навигации по своей личной жизни, по своей профессиональной жизни, да, это также способ видеть, например, если мы не в помогающей сфере, а в управляющей сфере, да, что нам приходит работник в каком-то состоянии, да, и мы можем немножко прикинуть вот эту динамику, да, если он пришел на пике вот разгона, что он сейчас все сделает, ну, наверное, любой, там, любой управленец, наверное, это и так знает из опыта, да, что ожидаем спада, что он будет лежать тряпочкой, да, особенно там сейчас, когда наши реакции очень сильно завязаны на каких-то событиях, да, и скашивает всех какие-нибудь новости, да, вот, то есть это способ ориентироваться, да, и в том числе ориентироваться, что со мной происходит, да, особенно вот в разных слоях происходящего, да, что мне, например, плохо, и не потому что в моей личной жизни что-то случилось, да, а потому что где-то там на большом слое, там, не знаю, геополитическом что-то случилось, да, или еще где-то социальном, вот, то есть травмоинформированность это такой, ну, по крайней мере, мне кажется, и тебе, или мне, оно служит верой и правдой, это вот именно как инструмент навигации, и в том числе, куда мне надо, и куда мне не надо, да, нередко у нас студенты понимают, сначала есть вот этот экстаз, что травма, я сейчас все изучу, я сейчас буду вообще всем помогать, а в конце люди понимают, что нет, вот с этим я точно не буду работать, вот у меня на это нет ресурсов, я не выдерживаю вот это, и здесь моя граница как помогающего специалиста, и я, например, нахожу кого-то, кто с этим работает, чтобы отправлять людей, вот. Здесь еще есть один важный момент. Мы как самые разные специалисты, там нет травмотерапевты, вообще не терапевты, не важно там кто-то, коучи, педагоги, управленцы, родители и так далее, мы видим, мы взаимодействуем с результатом той реакции нервной системы, которая сложилась в результате, да, или вследствие того, что человек испытал какой-то зашкаливающий для него субъективный по интенсивности опыт. Собственно, о чем мы говорим, когда говорим травма? Мы говорим о некотором способе функционирования нервной системы, и как следствие организма в целом, и как следствие умоностроения, ну там, я не знаю, мысли, эмоции, здоровье, социальное поведение и так далее. Случился или случается какое-то длительное время, какой-то опыт, который нервная система не в состоянии переварить по каким-то причинам, ну, строго говоря, она не обязана. И она справляется наилучшим образом. И создает какие-то физиологические механизмы, ментальные механизмы, поведенческие механизмы, эмоциональные механизмы. И это помогает человеку выжить. И вот человек продолжает просто делать это своим телом, продолжает это, ну, как бы воспроизводить вот эту вот организацию и работу нервной системы. И дальше мы как-то с ним в какой-то момент жизни мы с ним встречаемся. И видим, например, что, ну, я не знаю, какие-то там простые примеры, да, что человек говорит, не трогайте меня, не прикасайтесь ко мне к какой-то части тела или в целом не любит прикосновения. Да, и мысль, а я массажист. Что вы пришли вообще тогда? Это вызов, да. Или я очень хорошо помню собственный опыт. Я никогда не думала, ну, точнее, я тогда про это так не думала, я тогда еще ничего про это не знала. Когда я работала в компании, меня все время дергали туда-сюда, делай это, делай это, все время переключали задачки. Ну, такой был активный очень бизнес. А я человек медленный. А когда вот это вот все начинается, вот у меня возникает типичная травматическая реакция. Я сначала пытаюсь это остановить, биться, бороться, орать и так далее. Но если у меня не положить, я просто ложусь. У меня заканчивается работоспособность моментально. И, ну, в общем, в результате меня уволили. Ну, уволили меня по другой причине, но это был прекрасный повод. И вот это вот, ну, не знаю, там, знание оси. Это мой способ был, да, такой травматическая такая реакция. Я не выдерживала это. И поэтому там, знай я про это или знай моя начальница про это. Может быть, обстоятельства сложились каким-то другим образом. Но вот эта вот штука, мы всегда имеем дело с результатами, с последствиями. Мы сталкиваемся с каким-то поведением человека, с каким-то его реакцией. Но мы можем, если мы можем знать или предполагать, или видеть прямо глазами визуально по телу, или чувствовать через соматический резонанс, то, что называется, да, через какой-то эмпатический отклик, что человеку вообще, говоря, нехорошо в какой-то ситуации. И мы можем, вот как Саша сказал, да, либо отодвинуться от этого, сказать «до свидания», либо подумать о том, а какие условия подошли бы, да, что, может быть, можно изменить в нашем взаимодействии, чтобы человеку было не так хреново, а мы с него получали те результаты, к которым мы стремимся и к которым он стремится. Мне тут хочется добавить, мне кажется, это довольно частая история тоже в корпоративном мире, что, ну, по крайней мере, вот из тех историй, которые я непосредственно слышала, людей, которых я знаю, когда набирается команда из специалистов, да, и их набирают, ну, классика, исключительно по их навыкам. Вот он умеет, там, этот умеет кодить там что-то, этот умеет вот это, этот умеет он то и так далее. И внутри даже небольшого коллектива возникает проблема, что эти люди абсолютно не могут сработать. Они все разные, у них у всех немножко там свои акцентуации, скажем, у них у всех разный способ работы, разная динамика, особенно если вот сейчас актуальная там какая-нибудь IT-сфера, да, это еще и может быть история про сложности с коммуникацией, да, потому что это очень удобная сфера для людей, которые как раз не очень хочется ни с кем общаться, да. И получается, что каждый сам по себе золото, а их соединить между собой невозможно или очень тяжело. И в итоге от этого страдают все процессы, да, вот, потому что тут очень сложно подойти с какой-то универсальной формулой, да. Но если я вижу, что этот человек продуктивен вот в таких условиях, могу ли я ему их дать? Это не значит, что всем нужны именно такие условия, да. Кому-то нужен свободный там график, кому-то нужны очень хорошие рамки, кому-то еще что-то. Если я это замечаю и предлагаю что-то, то может быть у нас как раз коллектив функционирует успешно, да. Да, ну, на самом деле для меня, например, наш собственный коллектив, да, и наша команда, в которой мы как раз все очень хорошо знаем, где у кого там что резонирует и так далее, да, и мы друг друга подхватываем. И вообще существует ли, например, часто это вспоминаю, существует ли такая среда, такое общение внутри команды, когда кто-то может написать, не знаю, у меня депрессивный эпизод, я не могу идти, и его поймут. Не поржут, не там еще что-то, не отмахнутся, а поймут, там подхватят, да. То есть это навык замечания, который растет, на самом деле, не только же из головы, да, что я прочитала все умные книги, теперь я вижу все у всех. Нет, мы видим только то, что мы сами можем почувствовать, то, что мы можем воспринять телом, да. И это то, с чего мы начинали, это физический, ну, не люблю слово отработка, но это вот выращивание, отрахивание физического навыка, восприятие вот этой вот плоскости реальности, что это вообще существует, да, что мне не показалось, что если у Васи, нашего любимого, вот такое лицо, ему не очень хорошо, возможно. Хотя это какой-то не для всех аргумент, да. Вот, собственно, и это понимание не добывается, ну, не только добывается из умных книг, да, вот знание о травме, в принципе, книг вот столько написано, даже на русский переведено тоже много, как читайся, обчитайся, дело не в этом. Да, дело в том, есть ли у меня инструмент, с которым я могу подойти вот к себе, к людям, к миру, есть ли у меня скилл, навык, есть ли у меня вот это, с одной стороны, чувствительность, а с другой стороны, возможность этим управлять, ну, как раз инструмент, потому что, например, само по себе знание о травме, которого сейчас очень много, да, потому что много спикеров, много об этом говорят, много всего, оно создает еще такой перевес, мы очень много чувствуем, и мы вообще ничего не можем сделать. Да, то есть оно... Да, это такой дисбаланс, который нас как раз и закручивает в травматическую воронку, потому что мы остаемся бессильными, и без конкретных навыков тела в этом можно абсолютно потонуть. Вот я вижу комментарий, да, что мы обсуждали про бизнес, и что корпоративный психолог – это его поле, вот то, что мы обсуждали про бизнес, как бы это его поле деятельности. Ну, во-первых, повезло той корпорации, у которых есть корпоративный психолог, это не самая распространенная вещь до сих пор, и, а кроме того, мне кажется, что, вот, честное слово, вот, как бы, есть такой важный вопрос, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, это какая-то такая моя фантазия, основанная на моем ощущении, и, может быть, оно ложное, может быть, там, моя травматизация, да, это тоже активно влияет, как-то фонит, но вот это вот нужно травминформироваться, иначе пипец. Это про что? Про то, что времена, когда мы могли сказать, окей, там, я не знаю, Саш, можно я на тебя направлю, да, да, сказать, ну, вот, как бы, у нас с Сашей рабочие отношения, да, и, помимо дружеских, есть часть рабочих отношений, и я, как руководитель проекта могу сказать, Саш, что-то вот ты как-то вот в последнее время, ну, как-то не очень, что говори, сходи-ка к терапевту, да, или, может быть, тебе нужно проконсультироваться у психиатра, может быть, какие-нибудь таблеточки тебе помогут, и ты вот давай, значит, сходи туда, а потом возвращайся, и мы будем продолжать работать, да, то есть, что я делаю таким жестом, что делают, в общем, большинство управленцев, они говорят, типа, чувак, ну, мы видим, что что-то с тобой происходит, давай-ка ты вот пойди туда и там подлечись, а потом возвращайся, да, там, не знаю, возьми больничный на три недели, там, когда, пока таблетки начнут действовать, да, или там, я не знаю, что-нибудь еще, короче, сделай с собой что-нибудь, чтобы вот тут вот ты был клевый, эффективный, нормально общался, не тупил, успевал в срок, ни на кого там не срывался и так далее. Это не моя проблема, что вот ты такой, ну, то есть, в каком-то смысле, да, но если я управленец, я могу смотреть, а не только что происходит с человеком, чтобы отправить его вовремя, там, я не знаю, в отпуск или в больничку, но я еще и могу обсуждать или менять что-то в своем поведении, чтобы другому человек, чтобы другой человек рядом со мной или на этом рабочем месте не сходил с ума. Вот я, например, в взаимоотношениях с Сашей знаю, что вот это вот, хей, хоп, так, давай, побежали, быстрый, быстрый результат, вот дедлайн, я убью человека, который работает. Да, ну, я это знаю, просто я это вижу, и мы, наши взаимоотношения, как правило, я надеюсь, выстроены каким-то другим, более мягким образом, более щадящим образом. Но это моя ответственность как управленца, понимать, что с другим человеком происходит. И поэтому вот это вот выносить куда-то, да, это не мое, как бы решай свои задачки сам. К сожалению, сейчас уже все меньше и меньше получается. Мы же живем с вами в удивительно, так и хочется сказать, хреновое время. И прикол в том, да, ну, то есть оно, конечно, нарастало, нарастало, да, потом случился 20-й год и ковид, который показал, что пипец возможен моментально, мгновенно, глобальный. И там даже если я, например, внутри как бы не очень сильно переживала по этому поводу, как-то меня моя отмороженность, травматическая отмороженность в этот момент прям спасла эмоционально. Но глобально, как бы глобальные процессы, в общем, мировые, они очень интересно развернулись в этот момент. Оказалось, что мир настолько стабилен, как мы себе представляем. И вот эта вот чудовищная нестабильность мира и непредсказуемость мира, и вот мы, конечно, надеемся, что ничего плохого не случится, но, скорее всего, случится, будет происходить всякая какая-то хрень. И с какой стороны ждать угрозу? То ли это будет какой-то, я не знаю, трэш в виде стихийного бедствия очередного, то ли какая-то очередная пандемия, то ли экономический кризис, то ли социально-политический кризис, то ли очередная войнушка в каком-то формате случится. В общем, короче, мы живем вот в такое время. Наша нервная система, она не любит таких вещей. И как показала практика, и как показывают самые разные наблюдения, например, последних полутора лет, либо в психике, либо в физике, то есть либо в состоянии психического здоровья, либо в физиологии, организмы начинают лететь. Наши с вами организмы начинают лететь, потому что они не справляются тупо. И мало того, что вот происходит текущее, у нас же еще есть какой-то бэкграунд всегда, и он в такие моменты прямо вот, как говорят специалисты, манифестирует, он прям всплывает, все эти реакции, нервные системы, физиологии, и такие, опять что-то творится, всякое такое, всякая хрень. Мы сейчас все умрем, давайте как бы что-нибудь срочно делать. Там, я не знаю, болеть, например. Давайте срочно болеть. Мой кардиолог, я ее специально спрашивала по поводу, как за последние полтора года, что происходит в видимом ей фронте, и она мне подробно рассказала, какая динамика, да, то же самое скажут вам психиатры, то же самое скажут вам гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи. В общем, вот... Дерматологи. Дерматологи, да. Это у нас реальность изменится. И вероятность того, я сейчас, простите, плохое скажу, вероятность того, что она как-то прям вот вернется в какое-то предыдущее более хорошее или более стабильное русло, невелика. Чудо всегда существует. Ну ладно, давай оставим место чуду. Чудо, чудо. А я могу объяснить, почему ее нет просто. Почему? Как это? Ну смотрите. Мне кажется, тут можно немножко исторический такой овервью вспомнить. То место, в котором мы сейчас находимся и то состояние, оно хитро тем, что мы же смотрим на прошлое. И генерально все прошлое, которое до недавнего времени, оно чудовищно. Там происходило примерно все, супер жестоко, медицины нет, ничего нет. Ну и там. В общем, не сладко. Почему раньше все жили и не ныли, а сейчас нас всех выкосило. Но проблема в том, что это, кстати, заметили еще с появлением телевизоров, я думаю, радио там тоже, но в общем, что мы в такой ситуации, как сейчас, мы не жили никогда. Никогда. И это изменилось настолько стремительно. Ну то есть вот в... В Штатах, например, огромные, экспоненциально выросли исследования по травме после крушения башни Лизнецов. Потому что выкосило всех, не только тех, кто был там, выкосило всех, кто это видел по телевизору. Я это смотрела в прямом эфире, я помню. Да. Ну это нам помогло, что это где-то далеко там у них, но все равно эмоции какие-то были по этому поводу. Вот. А американская система здравоохранения столкнулась с огромной нагрузкой, что люди совершенно из других мест, чьи родственники там вообще не были, ничего не было, они еле справлялись. Да, то есть там все страховки, там психиатрические приемы и так далее, просто все было выжато очень сильно. И у нас происходит сейчас это раскрученное еще во много раз. Мы каждую секунду знаем, что происходит. И наша нервная система не создана для того, чтобы переваривать такой объем переживаний. мы не можем переварить то, что происходит сейчас. Просто точка. Мы можем переварить то, с чем мы сталкиваемся лицом к лицу в физическом мире в течение своей жизни, как это было там со многими людьми до нас. Но у нас есть шизофренический раскол сейчас, потому что прямо сейчас я смотрю на экран, я вижу Вилю, которая находится далеко, очень далеко от меня физически. Вы видите нас тоже, находясь далеко физически. Физически вот у меня куст и стена, я их вижу, вот моя реальность, которая единственная была мне доступна до недавнего момента. И с этим я смогу справиться, могу. В ситуации физической опасности у меня работают стрессовые реакции, реакции выживания, которые мне помогают. На меня бежит слон, я бегу от слона, все нормально, работает. Но если он бежит на меня в телефоне, я ничего не могу с этим сделать, ничего. И поэтому мы привыкли воспринимать как данность, что у нас каждую секунду с собой в кармане штанов коробочка с адом. И мы виним себя за то, что нам тяжело с этим справляться. Друзья, мне кажется вам это странным? Мы не приспособлены для таких объемов и мощностей вообще. Может быть, через 100 миллионов лет мы как-то эволюционируем во что-то еще, но не сейчас. И это выкашивает нас всех. И это большой челлендж найти вот эти вот способ из этой одиночной камеры куда-то выйти. К тому же, ну, что сейчас базово для многих людей челлендж в принципе вот в осязаемый мир возвращаться, да, из экранов. Но это необходимость. И также отрастить навыки, которые нам помогут перестроиться на какие-то другие мощности. Задачка сопоставимая с реальным перестраиванием мощностей, да, какого-нибудь завода. То есть, поэтому мое скромное мнение, что как раньше, не будет. Ну, окей, не будет. Ну, как бы, ладно, значит, место чуда давайте немножко оставим. Хотя, ну, это ничем не подкреплю, вообще не подкрепленная история. Это не отменяет чудо, простите. Ну, наверное, будет в другом месте. И не с нами, и не в нашей жизни. Окей. Если вернуться все-таки к нашей жизни, к нашему времени, нам, при том, что мы действительно не как живые существа, да, как гомо-сапиенси, просто как биологический вид, мы не очень приспособлены к этому, к всему. но это не значит, что мы не можем адаптироваться и найти какие-то способы сохранять здоровье, сохранять кукуху, сохранять отношения, работоспособности, готовность, там, я не знаю, делать что-то хорошее. Опять же, спасибо исследованиям про травму за последние 50 лет. Мы теперь понимаем, как мы устроены в этом плане, и мы понимаем, что мы можем сделать для себя в первую очередь, и как мы можем что-то менять в своем взаимоотношении с другими людьми, да, или с какими-то процессами. Да, потому что мы можем на основании, через, ну, как бы, имея эту оптику, да, имея эти настройки внутри себя, в первую очередь мы можем не, ну, как бы, знать, чувствовать, понимать про себя и не избегать этого. Да, вот это то, что мне кажется, сейчас много где происходит, и я говорю про много где, про разные страны в том числе. Я вижу это сейчас, я сейчас в Израиле, я вижу это сейчас вокруг себя очень активно, когда вот эти вот естественные реакции организма не, как сказать, отодвигаются, да, делается вид, что их нет. Это естественный механизм, с ним все в порядке, но это за собой влечет некоторые последствия. Мы можем находить способы быть более внимательными, в первую очередь, к себе, и в этом смысле дальше уже помогать, если мы работаем с другими людьми, помогать выстраивать более внимательные и щадящие отношения. Ну, совсем по-простому, да, не геройствовать без повода. У нас есть много в жизни поводов по геройствовать, реальных поводов, потому что, ну, мы попадаем в разные ситуации жизни. Но вот эта вот привычка быть героем, вот этот геройский миф в каком-то смысле, да, значит, зажать зубами кабель телефонный, значит, чтобы сигнал прошел, простите меня, почему-то такой образ возник. Вот виртуально, да, так вот, в фантазиях, да, делать это. Это срабатывает в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе все время держать кабель с зубами. Это разрушает. Это разрушает отношения, это разрушает здоровье, это разрушает работу, это лишает работоспособности. И если мы понимаем про себя или если мы понимаем про других людей, что такие реакции травматические, они влияют, то мы можем иначе выстраивать свою жизнь и иначе как-то выстраивать жизнь других людей, помогать им это делать. Я сейчас от балды просто, ну, как бы из собственного опыта тоже пример приведу, связанный с изучением иностранного языка в течение последнего года, когда преподаватель задает тебе привычным образом вот такой вот размер задания домашнего, а ты понимаешь, что ты можешь сделать из этого как бы одно упражнение и на одно у тебя хватает ресурса запомнить, понять, разобраться, натренироваться, сделать все, что нужно. А еще 10 вот такого объема, у тебя просто их некуда вообще положить. Если преподаватель понимает, что происходит со студентами, то он как-то это адаптирует, как-то к этому выстраивает отношения, поддерживающие какую-то коммуникацию. А если нет, то получается, ну, типа, сама дура виновата, плохо учишься. Это не твое, просто. Нет, ну, это неважно, пойду, как бы, есть ситуации, когда твое, это не твое. Классическое объяснение, просто это не твое. Еще один очень важный момент, связанный с тем, что вот эта вот оптика, это призма травмоинформированности. Вообще вся работа с травматическим функционированием, не знаю, как сказать, корректно, значит, вот с таким способом функционирования нервной системы направлена в том числе на ощущение, на восстановление ощущения «я могу». потому что исходная история про все эти травматические паттерны, она про то, что в какой-то момент ситуация была настолько большой, что мы чувствовали свое бессилие. И дальше, как бы, мы уже вырабатываем реакции, которые позволяют нам, как сказать, из этого бессилия, как-то с этим бессилием взаимодействовать. Там, например, кидаться в бой, да, или, там, я не знаю, гасить его какими-нибудь веществами, или, не знаю, все контролировать, замирать, не дай бог, чего не вышло. Просто чтобы не столкнуться с этим переживанием бессилия. Травмоинформированность, ну, и этика в этом смысле предполагает, что мы помогаем и себе, и другому человеку вернуть вот это вот ощущение «я могу», у меня есть силы, я не тряпочка в углу, я могу отползти, да, или я не только тот, у кого что-то болит и кто как-то страдает, но и тот, кто может как-то действовать, ощущая вот эту вот свою устойчивую силу. Мне тут еще хочется добавить, что, например, классическая такая, ну, для меня она выглядит как фитнесовая или коучинговая история про «давай-давай, ты можешь вот это, накачать с человека энергией», она может совсем не работать, она скорее будет давать в долгосрочной перспективе и обратный эффект, да, то есть тут заход должен быть вообще не в главную дверь, да, когда в самую очевидную, ты лежишь тряпочкой, давай, ты не тряпка, ты можешь, соберись, да, то есть гораздо больше свободы, как мне кажется, человеку дает, во-первых, понимание, что с ним происходит, почему он вообще оказался тряпочкой в углу, и понимание того, что когда у нас отдельный эфир про зашкаливающее бессилие как раз всему этому посвящен, да, что когда человека в таком состоянии, если его пытаться разогнать до предельных их тоскоростей, он погрузится в еще большее бессилие, оно растет, ну, геометрически, то есть вот время, проведенное в состоянии тряпочки, будет увеличиваться, когда он с этого пика соскочит, это, в общем-то, это можно, это проверяемо, да, вот, и поэтому о таких вещах стоит знать, например, если вы там тренер или коуч, почему они от меня уходят такие вдохновленные, приходят через неделю и вообще ничего не сделали, они не заинтересованы в том, чтобы себе как-то жизнь свою наладить, они не берут ответственность за свою жизнь на себя, понимаешь, да, да, вот это, и готовы, да, вот, и с такими случаями, ну, то есть мы и в терапии с этим имеем дело, мы имеем дело просто в дружеских отношениях, отношениях, я уже, уже заманалась там, не знаю, поддерживать, давать силы там подруге, да, своей, которая проходит через что, а она все никак не пройдет, вот, не сделается удобной для меня наконец-то, то есть и профессионально, если мы в этом, это очень может быть по самооценке, ну, то есть я реально не могу помочь, мне приходится признать, что я этому человеку не могу помочь, и, как бы, если я не выдерживаю вот этого ощущения, то он виноват, потому что я не могу ему помочь, да, это перекидывается на него. Не, ну, может быть, я виновата, я недостаточно поучилась, я плохой специалист, это не мое. Да, 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 там у нас же есть еще прекрасный механизм, что если для меня, если меня затапливает сама идея того, что я не справилась, то это он не справился, а я так нормальная, то он не справился, это уходит в человека рядом. Вот, поэтому мы с этим можем сталкиваться примерно регулярно, вообще везде. Вот, и, то есть, мне кажется, что, нам кажется, да, что все это важно, потому что это влияет на работоспособность, это влияет на здоровье, это влияет на… это позволяет, ну, как бы немножко восстанавливать силу, и это важно и для… все это важно и для нас, как людей, и для нас, как специалистов. Это улучшает коммуникацию и взаимопонимание и облегчает коммуникацию и взаимопонимание. И это позволяет выстраивать, не знаю, жизнедеятельность, работу, коммуникацию таким образом, чтобы были какие-то более явные, что ли, результаты, если мы хотим результат. Да, то есть, и еще важный момент – это везде, да, это встречается везде, это не только в кабинете у психотерапевта. Да, мы с травматическими реакциями, с проявлениями вот такого способа функционирования нервной системы встречаемся везде или можем их встретить везде, даже если просто идем по улице, никого не трогаем и вообще никакой профессии не имеем. Например, так тоже бывает. А оно – вот оно. Мне хочется еще сказать, что травмоинформированность, она не выглядит как табличка на кабинете, которая пишет травмоинформированный кто-нибудь, да, там. Абсолютно нет. Это часто выглядит как просто нормальная коммуникация, когда вы приходите к человеку, и он вас слышит, понимает, он дает вам вот это действительно хотя бы немножко больше, да, ощущение того, что вы вообще способны, и вы не… Какое слово будут подобрать? В общем, не самое бесполезное человеческое существо, раз вы не справляетесь с тем объемом вызова, который есть в вашей жизни. Вот. Это может выглядеть как просто бесшовная хорошая коммуникация. Это не то, чтобы вы приходите, и вам тренер по йоге рассказывает, значит, так, у вас тут не получается, потому что у вас тут травма привязанности в детстве, а здесь у вас там функционирование нервной системы. Человек может вообще не оперировать этими понятиями, он просто будет видеть вас в вашем состоянии, чего на самом деле, ну, может, это мой клиентский опыт такой, но практически никто не видел меня вот в том состоянии, в котором я была и приходила за помощью, и искала помощь. Вплоть, кстати, до недавнего момента, когда я была по страховке у врача, и где-то в середине приема я уже такая взяла сумку такая и собралась уходить, потому что вот жестко и некрасиво, потому что у меня сложилось полное впечатление, что он меня вообще не понимает. То есть он говорит абсолютно что-то, что расходится с моими ощущениями, и говорит, вот с тобой вот так. Нет, со мной не так. Опять, и вот это, да, и в моей голове звучит, опять, опять меня не поняли, опять меня не увидели, опять меня не услышали. Да, и человек, который научен вот на этом, ну, для меня это выглядит как слой коммуникации, да, вот на этом слое коммуницировать, да, тело и тело, да, я тебя вижу, я вижу в каком-то состоянии, я это выдерживаю, да, меня это не сносит. Я, вот эти вот все слова, типа присутствие, контейнирование, что там еще есть, оно обретает телесный физический контакт, да, телесный физический смысл, что это, блин, вообще такое, да, я телом понимаю, что это такое, да, и я могу выстраивать эту коммуникацию, это перестает быть вот этими порхающими терминами где-то в пространстве, да, просто будь в присутствии, просто будь в принятии. Как это, блин, я такой человек, которому это вообще никогда не понятно, да, из-за своей собственной травматизации мне нужно очень физическое ощущение, да, и вот когда я это понимаю, когда это понимание живет внутри, и оно подчиняется, скажем так, некоторым законам, да, то есть я это могу тренировать как навык, да, я могу это развивать, ну, тренировать как навык, это как добавляет напряжение, и могу это развивать, да, выращивать. Я понимаю, что конкретно происходит, и чувствую это на уровне тела, на уровне своей нервной системы. Это делает коммуникацию просто такой, какой она должна быть, что кто-то меня впервые понял как клиента, да, и рядом с этим человеком я могу чувствовать себя безопасно. В общем, это может вообще никак не выглядеть, кроме вот такого ощущения. И, Саша, ты очень важную вещь сейчас произнесла. Я бы, конечно, забыл бы ее сказать, но сейчас я ее, вот, спасибо тебе, да, напомнила, что и важно сказать. В этом смысле травма информированности или там этичность, или этика, это не набор букв, это не набор текстов, это не набор историй, это не набор каких-то схем, шаблонов, протоколов, которые мы можем знать. Это, и это, они тоже важны. Да, полезно как-то хотя бы различать, там, я не знаю, шоковую травму, вот, КПТСР, или различать какой-то тип стрессового отклика и понимать, что там происходит с нервной системой. Мы этому всему, это все тоже есть на курсе. В этом смысле, как бы, совсем без знаний-то, ну, нет, конечно, есть какая-то важная база. Но результат, вот, травма информированности, ну, не очень хорошее слово, ну, нету пока в мировом языке какого-то другого. Это набор навыков, которые я умею устойчиво, более или менее устойчиво делать собственным телом. Это то, это умение регулировать себя таким образом, чтобы оказываться в таком состоянии, телесном, эмоциональном и, как следствие, ментальном, чтобы подбирать слова, чтобы сохранять устойчивость. Когда не такое, да, я тебя понимаю, вот, да. Нет, вообще, вот это вот, то, что я показал, вообще не про это. Вообще не про это, да, такое. Не верю, да. Сохранять вот эту вот устойчивость при столкновении, например, с каким-то трудным опытом другого человека. Может быть, травмоинформированность где-то для меня пересекается со словом мудрость, или тактичность, или бережность. Ну, это разные вещи, да, вот, про бережность я не очень люблю. Или заботливость, или что-то там еще. Да, и в этом смысле травмоинформированный, может быть, моя коммуникация с ребенком, мое общение с ребенком или с близким человеком. Моя коммуникация с коллегами, с начальником, с подчиненным, с кем угодно. Мои взаимоотношения с деньгами, мои взаимоотношения с природой, мои взаимоотношения с моим собственным домом и выборы в этом месте, мои взаимоотношения, я знаю, с глобальными проблемами, глобальным миром, да, как я выдерживаю ли я это, или я естественным образом прячусь там, значит, в какую-то штучку, чтобы выжить. Опять же, я не говорю, что в этом есть что-то плохое, это нормально, это очень нормально. Мы так делаем, потому что мы люди, нам важно выживать. И просто у любых реакций есть свои последствия. И вот эта вот оптика травмоинформированная позволяет видеть эти последствия и позволяет развивать те навыки, которые, внутренние навыки, которые помогают не бояться взаимодействовать, когда хватает емкости пережить, когда мы не чувствуем вот этого бессилия перед обстоятельствами или во взаимоотношениях с людьми. Кроме того, важный такой еще момент хочу добавить, что травмоинформированность отличным образом, вот прям я сейчас как это буду, поменяю немножко состояние и просто скажу, травмоинформированность позволяет больше заработать. Травмоинформированность позволяет, если вы работаете с клиентами, это важно для специалистов, травмоинформированность позволяет добавлять в свою работу, ту, которую вы уже делаете, какие-то элементы, может быть, какие-то опции, простите, травмоинформированность, которые позволяют, которые можно анонсировать, если угодно, да, и для меня, и на это могут люди приходить. Травмоинформированность позволяет выстраивать маркетинговую коммуникацию, если вы ее, в принципе, ведете, таким образом, что это будет этично, и люди вас услышат. И это такое будет «О!», а вот тут мне откликается, да, возникает какое-то доверие. И в этом смысле там и этичный маркетинг, и сарафанное радио начинают работать гораздо лучше. И в силу того, что вот этот навык работы с собой, развитие собственной устойчивости, собственного контейнера, собственной при этом чувствительности, в рамках нашего курса точно совершенно растет, и тому свидетельствуют и отзывы на сайте, вы можете почитать, и студенты прямо в процессе обучения об этом говорят, мы можем как специалисты больше. Вот это вот какой-то сейчас такой важный момент, да, потому что когда вот кругом сплошной пипец, а ты помогающий специалист, и такой, ну что я отдельный человек могу сделать перед лицом глобального хаоса? Хаоса, да, давайте используем тебе тут слово. И мы можем вернуть себе это ощущение, что да, конечно, может быть, весь хаос мы никогда в жизни не остановим, ну, правда, не остановим, мы не всесильны, но что-то совершенно точно мы как специалисты можем, как психологи, как массажисты, как коучи, как преподаватели, как управленцы, как родители, как друзья. Мы совершенно точно что-то можем. И вот это вот ощущение «я могу» – это то, о чем очень многие выпускники нашей программы как раз указывают о завершении курса. Я еще, да, хочу добавить, что травмоинформированность относительно себя самих, да, потому что мы начинаем все равно с себя, мы учимся сначала смотреть много внутрь, чтобы потом видеть это вовне, она дает еще много понимания, да, если мы говорим про маркетинг. Вокруг очень много предложений. Пиарь себя вот так, приходи там к нам на портал, еще что-то, еще что-то. Мы можем понять вообще свою емкость в этом, и мы можем понять вот этот трек, который нам максимально органичен, да, чтобы не порваться, не работать на разрыв всего, да, особенно в текущей ситуации. И выстраивать это в более долгосрочной перспективе, да, соотнести это со своими ценностями, да, потому что травмоинформированность очень сильно про ценность, вот ту, которая глубоко-глубоко внутри, и с ней вот этот контакт. Но не на уровне слов, да, давайте про ценности поговорим, а на уровне ощущений, да, на уровне того, что я внутри своего тела понимаю вот этот вектор. И, соответственно, выстраивать свой маркетинг, выстраивать свою практику вот в том русле, который не будет нас разрушать, да, потому что потеряв себя, потеряв ощущение себя, это тоже последствия травмы, оно есть у всех. По мне никто ни разу не пришел с ненарушенной вот этой вот коммуникацией с ним, с собой. Мне кажется, этого просто, этого человека никто не видел. Может, видели мельком, да. Мы можем увидеть себя в этом, увидеть себя в своей травме, увидеть себя в своих процессах, найти себя, найти свои нетравнированные части, свое я могу, да, и смотреть, что из этого, как калибруется все остальное у нас на ветру, да, потому что, я не знаю, как вокруг вас, вокруг меня очень много коллег, которые уже на грани. Кто-то на грани алкоголизма, кто-то на грани нервных, это даже уже за гранью нервных срывов, да, потому что мы очень хотим помогать, но мы не понимаем своего объема, как маленькая собачка тяпкает на огромную собаку. И эта огромная собака, это, кстати, случай тоже на моих глазах, слышишь, и она может просто откусить половину этой собачки. И все, собственно, то, что с нами может легко случиться, если мы не калибруем вот это все. Вот, и это все вокруг травмоинформированности, да, слово не очень. Очень увесистая, не очень понятно, про что. На самом деле, за ним стоит действительно, вот, как вы предлагаете в комментариях. Для меня это человечность, вот, я бы так сказала. Вот, все в совокупности. Это просто про бытие человека. И наш коллега Марк Волшин в своей книге, кстати, мне понравилось определение, вот, насчет того, что определений нет. У него есть определение, что это бытие, ну, ты используешь слово редиска, да, бытие чуть меньше редиска, чуть большее количество времени. Ну, для себя и для других. Вот, оно сводится примерно к этому, мой взгляд, за всеми умными словами. Вот так мы понимаем травмоинформированность. Вот, про это наша программа. И результат, который связан не только со знанием, но и, что гораздо важнее, вот с этим вот навыком бытия редиской чуть реже, чуть меньшее количество времени. И включение этой способности в свою профессиональную деятельность, в свое профессиональное поле, на благо себя и на благо, на благо себе и на благо клиентам, это как раз тот результат, который дает наша программа. То, что касается программы, вы можете найти в описании к этому видео. И мы будем рады, если наше объяснение про травмоинформированности, почему этому нужно мчиться прямо сейчас, пока еще не очень поздно, оказались достаточно убедительными. Если у вас есть вопросы, остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии к этому видео. Если вы считаете, что это видео должен увидеть кто-нибудь из ваших коллег, и это будет кому-нибудь полезно, не стесняйтесь, делитесь нам. Только благодаря вам мы можем достучаться до людей, которых мы пока еще не знаем. И будем рады увидеться на программе. Хорошего вам дня. Спасибо, что зашли. Спасибо, что выделили время на этот эфир. И всего вам доброго. Дорогите себя. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.